Здравствуйте, Наталья. Ваш вопрос. Организация «Свидетели Иеговы» проповедует лжеучение и ересь? Думаю, да, так как у них переделанная Библия и отрицают многое из синодальной Библии. Например, существование ада и что Иисус Христос есть Бог и так далее. Знаете ли вы про них и что им говорить? Заранее спасибо за ответы. Наталья, прежде всего, хочется вам сказать, что говорить, наверное, вторично. Первично – любить. Тогда, когда мы человека любим и он это чувствует, он услышит и то, что мы будем говорить. Если мы пытаемся показать ему, что он поверил в ложь, то он будет еще активнее ее защищать. Поэтому начните сначала принимать от Бога ту любовь, которой будет достаточно, чтобы эти люди сердце свое к вам расположили. И вот тогда вы можете говорить и ту истину, которая сделает их свободными. То есть начнут ее читать и познавать. Но место все-таки я вам одно из мест, которое может опровергнуть основной постулат. Тот, который они берут для себя, это один Иегова. И Иисус, он не являл Бога и не представлял божественность, оставался человеком. Это вот основной, на мой взгляд, постулат, который опасен в этом направлении. Хотя и остальное, все, что вы перечислили, там тоже имеет место. И переделанная Библия, где вычеркнуты все другие имена, кроме Иеговы. И в данном случае я хочу сейчас вам один из текстов из Евангелия Атеана, 5 глава, прочитать. 23 стих. «Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». То есть вот такой конкретный текст Писания, который показывает, что почтение к сыну, проявлявшего отца на земле, оно должно быть равнозначным. Поэтому, если нет такого почтения, то и отношения с отцом, с тем Яговой, о котором они говорят, выстроить невозможно. Потому что мы все имеем отношения с отцом только через жертву Иисуса Христа, когда ее почитаем, когда ее принимаем, когда в Него верим. Я благословляю вас, еще раз говорю, полюбить людей, а потом нести ту истину, которая сделает их свободными. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»